На Рижский рынок, откуда мы ведем прямую трансляцию на сайт life.ru, в том числе на наши аккаунты в соцсетях. С утра сюда съезжаются покупатели. Традиционно именно здесь москвичи и жители Подмосковья ищут букеты на праздники. У цветочных рядов уже образовались внушительные очереди. Цена одной розы сейчас в районе 100 рублей, но можно найти и за 50, если, конечно, хорошо постараться. Цена на тюльпана 30 рублей за штуку, на мимозу от 100 рублей за веточку. Самые дешевые составные букеты от дизайнеров Рижского рынка стоят около 1000 рублей. Большинство российских цветов прибыли в столицу, я напомню, с Подмосковья, Тульской, Калужской областей, Краснодарского края, Петербурга, Мордовии, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга. Ну а заграничные образцы есть такие. Они прибыли из Эквадора, Голландии, Колумбии, Кении, Израиля и Китая. Итак, еще раз. В Москве самым доступным по ценам считается Рижский рынок, откуда мы ведем прямую трансляцию на сайт life.ru, в том числе и в наши социальные сети. Обычная стоимость цветов там ниже примерно в полтора, а то и два раза, чем в розничных магазинах и ларьках. К тому же продавцы там легко торгуются. Еще один плюс рынка. Там нет старых цветов, так как они просто не успевают завять. Кроме того, сэкономить на цветах поможет их покупка мелким оптом. Минимальная упаковка, как правило, 25, иногда 40 штук. Однако, если надо поздравить весь коллектив, то это наверняка гениальное решение. Дешевые цветы также сегодня в столице продают на рынке около Киевского вокзала, рядом со станцией метро Митина. Вместе с цветами российские мужчины чаще всего дарят дамам сладкий подарок, парфюмерию, косметику, а также ювелирные изделия. Согласно опросу, проведенному специалистами в ЦОМ, каждая четвертая девушка, получившая в подарок сладости, она передаривает их. Популярность парфюмерии приводит к подорожанию этой продукции. Однако, о своем желании подарить девушке духи заявили 22% опрошенных мужчин. Еще 20% планируют подарить драгоценности, о которых, кстати, мечтают 29% женщин.